сейчас играют вот березняки и борщеговка на твой взгляд кто сейчас вот таким явным есть фаворитом на поле что не хватает техники просто меньше немножко ошибаются с приемом мяча и вот от этого все идет где-то неправильно принял никуда отдал соперник этим пользуется теперь на тайме вы ведете что получается и в принципе это получается все вот хотелось бы просто больше моментов как бы закончить голевым вот как бы последнего этого момента чуть-чуть не хватает там как бы от области убираем с удовольствием контролируем мяч все получается чуть-чуть может технически не совсем выполняем то что задумали у вас таки больше по праву или по левому флангу больше сейчас было бы как бы передача забросов и разы но больше передач конечно идут все-таки в правый фланг не смотря на то что вы выиграете 3-0 вот какие-то есть такие эмоциональные выкрики вот со стороны Егора вашего голкипера то есть он команду да то есть чем связано это просто видно его какие-то амбиции как бы это не со зла это просто амбициозный поэтому он что-то хочет хочет забить хочет поиграть хочет больше голов поэтому вы сейчас побеждаете за счет чего за счет характера первый тайм был более активный в вашем исполнении команды березняки сейчас чуть более поспокойнее то чем связано сейчас второй тайм немножко расслабились получили два гола своего рота сейчас вроде игра уже под нашим контролем забили сейчас воедем у вас площадь опроса вроде бы и там забивалась по голову вашего рота но в принципе смотрелись достойно что не получилось может вроде как ребята классом от нас выше но мне кажется за счет грубости тоже вы больше выиграли я не ожидал сначала все хорошо контролировали мяч неприятно было играть во втором тайме оттолканину получился как-то нехорошо ну в целом наверное результат заслуженный хотя хотелось бы больше забивать сказать о матче вам не удалось победить но во втором тайме два гола забили появилась надежда вот как можно характеризовать игру значит пропустили и дисмораль буквально все что нам мешало это борьба с эмоциями вот если бы это убрать было бы лучше это все по сути больше сигранности у них команда более сиграна в пас лучше играют мы немного хуже это по сути все происходит происходит равная игра или скидыватой или получше моментами до такого серьезного ничего не посмотрим что будет во втором тайме кьюти остались впечатления что можешь подытожить ваша команда соперника команда ну что можно сказать после первого тайма яска вязкая но нельзя сказать что жесткая но вязкая борьба пытаемся за каждый участок в принципе шансы есть как и у одной таки у другой команды вот какие мы могли забивать такие то есть 0-0 в принципе можно было бы сказать наоборот 1-1 вот ну я думаю шансы во втором тайме будут конечно у нас не сильно много замен ну постараемся что-то сделать главное еще не пропустить а где больше борьба проходит борьба в середине конечно ну и пытаемся в середине мы конечно наверное все таки проигрываем вот засылаем вперед к их нему к вратарю а там у нас росло нападающие пытается там зацепиться чтобы потом что-то получилось что может сказать о матче ну игра была равна нам просто повезло в одном моменте им в двух-трех не повезло поэтому мы выиграли я считаю результат закономерем равная игра до последних минут и вы потом два гола забиваете чем это связано скорее всего просто тут и вообще игра такая была до 1 до 1 до 1 просто немножко повезло у них порталь ошибся у нас поборолос наш нападающий забил ну игра абсолютно равная ребята на самом деле соперники очень хорошая команда так как у них была у нас было преимущество в коммуникации но все равно ребята очень хорошо играют поэтому поэтому наверное столько было споров поэтому потому что борьбы много было в основном вся игра была в центре ударов по врату было немного то есть нам повезло мы забили мы выиграли а им не повезло они пропустили то есть просто везение ну в этом в этом матче до одного гола все кто забил это повезем вы проигрывали но сейчас уже начинаете выигрывать с чем это связано почему такое начало что удалось переломать от событий и начать вам побеждать здесь ну я думаю за того что успокоились потому что все вышли чуть-чуть перепуганы и команда именита так сказать хорошими футболистами пропустили первый гол ну была точка не была то уже суде решение суде его никто не отменили в итоге собрали быстренько сравняли получился забить второй гол ребята начали чуть переживать делать ошибки мы чуть 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 повезло в то гол забили четвертое а там посмотрим как она дальше пойдет пока мы выигрываем первый тайм за вами за счет чего мы использовали все свои моменты чего не сделал соперник то есть у вас хорошая реализация да когда вначале проигрывали были переживания конечно мы думали сможем ли успеем ли отыграться до конца матча соперник сильный первого тайм как вы характеризуешь как характеризовать 4 1 тут все неплохо начали потом все что вратарь отбивал наши защитники успевали накрыть и добивали в ворота потом начали играть что получается получит чего удалось сегодня победить ну во-первых наверно концентрация команды которая получилась намного позже чем первых 5 10 пропустили ненужные пенальти то есть такой спорный момент собрались начали играть возить училась игра ребята не ожидали такого на форекс дальше все дальше во первых по поводу вашей игре скажи пожалуйста за счет чего вы победили сегодня команды в к инваспорт ну и ты видел игру вашего будущего соперника команда спарта вот поделить свое мнение лично мое мнение что команда инваспорт это нашего уровня я очень боялся что на последних минутах произойдет то что очень часто бывает что мы пропустим гол вот это очень объем но все таки мы переломили в свою сторону ситуацию забили гол потом еще одним ребята очень довольные по поводу спарта насколько я помню они не проиграли ни одной игры да команда серьезная только что не посмотрели так сказать в рамках подготовки к встрече с этой командой особенно у них есть сильный очень игрок ягод по моему его зовут ну что идите нам пытаться совершить чудо смажете затяжки было бы круто если бы мы выиграли этой командой будем решать что делать будем собирать хорошую команду и будем дадим бой то матча что можно сказать вот вы проигрываете а игра как и по игре вы проигрываете или только по счету то есть уверенность есть да да можно играть можно тогда почему пропустили гол первые минуты мандраж только вчера на большом играли меньше поле еще не разобрали по первым минутам подходит и мать до концу от перу тайм ты доволен про свою команду конечно за счет чего сыгранная команда как думаете сегодня доведете до конца победу конечно рвать